Готовы? Я не знаю, как готовы. Расскажите нам, при каких обстоятельствах вы узнали, что началась война? Вот где вы были, сколько вам лет было? Так, я находился в Трубчевске, бывшей Орловской ветеринарной технику. Туда перевели его. Я как раз находился еще в школе, то есть в техникуме. И в 11 часов сообщили нам, что начинается война. Все забеспокоились. А 30 июня у нас был уже выпускной вечер. 30 июня сообщили нам, что в связи с войной вы не поедете по назначению. У меня была путевка в Краснодарский край. А поедете по своим военкоматам и ждите путевки. В общем, повестки в армию. И мы по своим военкоматам приехали, в том числе, я вот, допустим, Кличино, этого района. И ждали до 15 октября 41-го года. А в октябре 15-го нас призывали в армию. Сначала в Ломское, потом в Елец, и потом пешком через Тамбовскую область, Ртищево станция, по-моему, Саратовская область. Там оформили и повезли нас уже на поезде в Свердловскую область. Там у нас были формирования, учеба, а уже в феврале месяце отправили на фронт. Ну, на фронте, под Харьково, недолго побыл. В марте приступили к боям. А 15-го, 15-го мая, я был ранен. Ранен челюсть, набок свернул. А контузия и в левое плечо ранение осколочное было. После этого попал в Воронеж, в госпиталь. И как следует, недолечившись, нас выписали из этого госпиталя на пересыльный пункт. И я попал в кавалерийскую часть, в Воронеже, на стоянку. Побыли несколько, и нас отправили на лошадях на своих, под Сталинград. Неинтересные эти дела там, конец тяжело досталось. Мы скрывались в лесах, а сами, вернее, лошадей прибирали, А сами пешим ходом, то в одну точку, то в другую, нас бросали. Во время одной из бомбежек, меня только камни большие мыли. Голыбые стены, в общем, был тоже конторжен и ранен. Шестой позвонок грудной был нарушен. После этого в госпиталь ее существовал, как следует, небо. Заведующим ветеринарной аптекой был. И так до конца существу войны был в тылу. А как специалиста меня досрочно демобилизовали. И 10 ноября 1945 года я уже был дома. А в декабре 1945 года поступил работать сначала заведующим зооучастком, зооучастком, в селе Семенек, Дмитриевский зоообедучасток. В феврале 1951 года меня направили председателем колхоза. Объединенного из трех небольших колхозов. И называться стал колхоз именем Горикова. Соседи тоже объединялись, многие колхозы. И в конце, к концу мы несколько раз объединялись, и получился колхоз завета Ленина, в котором я проработал 40 лет и один месяц. Из маленьких хуторков, 17 населенных пунктов, 12 колхозов, 3 сельсовета объединял наш колхоз. Колхозники жили очень бедно, очень плохо. Дома в основном были в ремянке, сделанную из глиняного кирпича, саманной, полы земляные, стены земляные, окошки маленькие, и скот вместе с ними. Скот вместе с людьми, люди с поросятами, с телятами вместе жили. В ужасных условиях. И такие маленькие колхозы. Создалось впечатление, что могут наши люди разбежаться, потому что нечего им терять. И для того, чтобы все-таки сохранить колхоз, и люди, чтобы жили нормально, вначале с того, что строили дома, создавали условия для нормальной жизни людей. Помогали в стройке колхозникам в счет и расчетах. И строительные материалы давали, и кому надо деньги. И все это высчитывалось, рассчитывалось в счет заработной платы. Такой был энтузиазм. Такая слаженность в работе была. Люди поняли, что в колхозе, даже и в большом таком, можно жить. Надо работать и дома, и в колхозе. Колхоз стал постепенно развиваться. Стали строить не только дома для колхозников, но и живут молоческие помещения, склады, административные здания. Мы построили несколько магазинов. Мы не считали, что это не наше. Мы считали, что это все наше, раз это делалось для колхоза. Мы построили амбулаторию медицинскую. Было три медпункта фельско-акушерско. Стала одна амбулатория врачебная. Было в этой амбулатории врач, терапевт, акушер, гинеколог. Был зубной врач, фельдшин, полисанитарин. То есть лаборатория из-за дна определяла на исследовании кровь, мочу и так далее. Мы построили замечательную школу за средства колхоза. Мы строили дорогу двумя тракторами-вальдозерами, построили 12 километров насыпали дороги, плотно под дорогу. И потом четыре тракторами липецкими завозили щебень. Шесть километров защебенили от толстой Дубраве до дороги на лоз. Стали жить лучше колхозники, стали хорошую оплату получать. Колхоз богател. Значит, если мы вначале ставили вопрос выселить людей из землянок, отделить людей от скота, то теперь была поставлена задача, чтобы быт и работа была не хуже, чем в рабочем классе, чем в городах. И мы по существу подошли к этому. создали замечательные условия для работников животноводства, которых стало и душ, и красные волки, и где можно было бы сменить рабочую форму на свежую, обыкновенную, одежду. И чтобы домой прийти не с запахами животных из скотных дворов, а прилично. С этой задачей по существу мы тоже справились. колхоз стал получать всего денежек выручки до 6 миллионов. А прибыли 1 миллион 800 тысяч. Представьте себе, что это значит, если это все перевести в наши деньги, в сейчасшние, или по сравнению с долларом, который в то время был дешевле рубля. Мы гордились своим колхозом, своей жизнью, и недаром наш один колхоз продавал и производил мясо столько же, сколько сейчас весь район. граждан. А вот еще скажите, я, наверное, вас перебила, где вас застала новость о том, что вот победа в 45-м году? Что вы почувствовали, где вы были? Наш полк перевели в Ставрополь, и там вот, в Ставрополь мы узнали, чтобы кончилась война. Что почувствовали? Радость, великая радость. Ну, конечно, вспомнили о погибших товарищах, проклинали Гитлера, фашизм, а ведь воевали-то мы не только с одной фашистской Германией, воевали со всей Европой, кто посылал на этот фронт, в Германии помогал, роту, взвод, или бригаду, или даже дивизию. Только тогда, когда почувствовали, что Советский Союз побеждали, тогда стали отрываться от Германии и подсоединяться к нам. Вот такие дела моя. Фронтовая жизнь, скажу вам, что она очень незначительна. если людей воевало миллионы, так вот какую-то долю одной миллионной, да даже двадцати даже миллионной, вот моя была заслуга. Меня больше лупили, чем я. Вот. Ну, на фронте как, допустим, под Харьков. И вот так уходили, в обороне были, так же и в Сталинграде. Ну, жутко было, конечно. Но я... А какие бытовые трудности на фронте встречались? Какие? Вот, допустим, когда... Ну, зачем это, собственно, были всякие трудности. И недоедали, и в холоду, в морозы, на улице. Иногда даже мокрые были, и морозы. очень тяжело были. Но мы знали, за что воевали. Мы знали, что мы воюем за свою родину, за свой народ, за свою советскую власть. Только поэтому мы победили. А вот у вас много наград. Расскажите, какие и какая может быть особенно дорога вам? Они мне дороги все. А какие вот назовите, пожалуйста. Орден Ленина, допустим, это самая высокая награда. У нас у меня выдано за заслуги колхозного строительства. Так что я назвал. Также трудового красного знамени. А что касается да, еще у меня медаль за заслуженный работник сельского хозяйства российской РСФСР. это значит еще присоветовская власть. Такая заслуга мне, она очень дорогая. Недаром работать пришлось очень много. 40 лет председателем колхоза, кто на этой должности был, знает, что это такое. Вот из военных орденов они тоже очень нужны, очень ценные. Это орден Отечественной войны второй степени. орден славы третьей степени. Медаль за победу Бадагермании. А что бы вы хотели пожелать современной молодежи? Мы будем им фильм снятый показывать. Что бы вы хотели им сказать? Прежде всего надо быть человеком. Нельзя идти на поводу тренировать. у тех, кто оступился, кто занялся пьянкой, наркоманией, надо от этого, если кто начинает заниматься, бросить и бросить навсегда. тренировать. Вторая задача молодежи и всех это учиться. Правильно сказал Геннин, что учиться, учиться, еще раз учиться. Без учебы ничего не будет. я окончил в очень тяжелых условиях техникум, когда крестьяне жили тяжело. А когда начал работать председателем колхоза, стало развиваться животноводство. Я понял, что знаний мало. ветеринарных институтов не было, мне пришлось заочно, вернее институты были, заочных отделений не было. Мне пришлось в Воронежский истин поступить. Получил специальность ученый изотехник. но я считаю, что этот институт дал мне не только знания, но и толчок к тому, чтобы продолжал я учиться. учиться всему, потому что это только была основа. А у нас наука многие вопросы еще не решила, в том числе и ветеринария. Еще многие вопросы остались открытыми, неизведанные, неизученные. Помните своих командиров, на войне которые были? Что-нибудь можете о них сказать? Да помню я. Ну хотя бы в двух словах расскажите так. Кто вас вместе с нами во всех делах и везде по существу и на передней крае и на отдыхе у нас не было никаких раздражений. Тихо